Приветствую! 11 августа у нас появилось две интересные новости, которые касаются выезда из Украины мужчин во время военного положения. Первая новость, которую нам сообщили в телеграм-каналах, о том, что Кабмин внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины и расширил перечень лиц, которые могут выезжать во время военного положения и мобилизации. И добавили в этот перечень, якобы добавили, тех людей, которые имеют право на отсрочку в связи с гибелью родственников во время АТО. На сейчас, на вот момент записи видео, на 12 августа, 13.30 сейчас, данного постановления Кабмина на сайте Кабмина еще нет. Естественно, я отслеживаю и, естественно, как только оно появится, сделаю подробное видео с разбором тех категорий, которые добавились, да, и правил, то есть какие документы нужны будут для того, чтобы выехать, чтобы подтвердить свое право на выезд из Украины. Пока ответов на эти вопросы ни у кого нет. Ну а перед тем, как мы перейдем ко второй новости, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше и появляется она гораздо оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на комментарии. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. И вторая новость, которая появилась, это заявление Александра Новикова, который является главой НАЗК, Национальная агенция запобегания коррупции. И вот он сказал, что они разработали проект правил и уже вносят в Кабмин на рассмотрение, чтобы, вот тут, конечно, есть грустный момент, что они говорят о том, что мы делаем проект правил, который будет делать невозможной коррупционную составляющую при выезде, да, то есть убираем все коррупционные риски. Почему я говорю, что это момент грустный? Потому что, скорее всего, это будет связано с ужесточением правил выезда из Украины. Потому что, скорее всего, добавят какие-нибудь там бумажки дополнительные. Человеку нужно будет больше тратить время на сбор этих бумажек. И, безусловно, при том, что, да, там устраняют коррупционные риски, это хорошо. Но для человека среднестатистического, да, украинца, который хочет выехать, это, скорее всего, будет плохо, потому что будут дополнительные обременения на это. Но, возможно, я ошибаюсь, и я очень надеюсь, что я ошибаюсь. Что он там еще говорил? Что они будут как-то синхронизировать данные из реестра военнообязанных с базой данных погранслужбы, чтобы погранслужба сразу видела, как бы и могла верифицировать те документы, с которыми человек выезжает. Что меня расстроило в этом? Расстроило следующее. Год назад, если вы помните, у НАЗК был отчет о том, какие коррупционные риски есть при выезде из Украины. И главный вывод, который они делали, что запрет на выезд из Украины не соответствует Конституции. Ну, по меньшей мере, я так понял, вот то, что они писали там. И мы тогда очень надеялись, что если уже НАЗК говорит о том, что запрет на выезд не оформлен так, как должен быть оформлен в соответствии с Конституцией, мы надеялись на то, что, а может, все-таки государство уже услышит эту позицию и сделает то, что должно сделать, отменить этот запрет на выезд. К сожалению, государство этого не сделало. И спустя год НАЗК уже, глава НАЗК, не говорит о том, что запрет на выезд не соответствует Конституции. И что, может, стоило бы его отменить и таким образом убрать все коррупционные риски просто одним махом. А он говорит о том, что нам нужно сделать правила выезда такими, чтобы это было каким? Соответствующим законодательству, да? Антикоррупционному законодательству, в первую очередь. И не говорится о том, что там нужно соответствие Конституции. Ну, вот такая смена позиции, конечно, она несколько нас, безусловно, расстраивает. Друзья, в любом случае, следим за этим вопросом. Как только будут изменения в правила пересечения, да, о которых говорит НАЗК, обязательно максимально быстро сделаю видео и расскажу вам о том, что изменилось и в какую сторону. При этом, что мне хочется сказать, наверное, если вы собирались выезжать и вот вы уже там готовы, у вас есть документы, выезжайте. То есть, если вы собирались там выехать через 2-3 недели, да, может быть, стоит вам рассмотреть вариант выехать сейчас, пока действуют старые правила, пока у вас есть документы, по которым вы можете выехать, да, здесь и сейчас, что называется. Потому что вот эти изменения правил могут привести к чему? Совершенно верно, что тех документов, которые у вас есть, будет недостаточно для выезда. Как мы уже помним, такое было. Помните, была постанова 1044 в свое время, в, когда это, сентябрь месяц прошлого года, когда ее приняли и убрали там справочку МСЭК, да, и ввели дополнительные условия для выезда с родителями. И те, кто не выехал, после этого застрял на какое-то время здесь, не имея возможности выехать. Поэтому подумайте об этом, что, возможно, стоит выехать, ну, побыстрее, пока вы еще можете по закону, по, вернее, не по закону, да, а все-таки в соответствии с правилами пересечения госграницы, выехать на сегодняшний день. Все, на этом все. Слежу за новостями, слежу за появлением изменений в правилах, и, как и говорил, сделаю видео максимально быстро, постараюсь по меньшей мере. А всем вам желаю хороших выходных, и напомню, что был с вами Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. И, конечно же, традиционно желаю вам удачи, благополучия и мира. Пока-пока.